Если правильно настроиться, подготовиться к игре, то с любым соперником можно играть. Ну, Олимпия написала историю, да, в сезоне 22-23. В хоккей меня привела мама, и с тех пор я варюсь в этой каше. Олимпия всегда славилась дружным и организованным коллективом, когда ребята выходят биться за эмблему на груди, за команду, за болельщиков. Сергей Брылин – кандидат номер один на то, чтобы стать первым русским главным тренером клуба национальной хоккейной лиги. А почему бы и нет? Юные ребята, которые зашли в молодежную хоккейную лигу, которые готовы были кусаться, царапаться, но играть на победу. Друзья мои, вот и прошла неделя с моего отсутствия на ваших голубых экранах. Меня зовут Антон Шидани, а это новый бомбовый выпуск «Спортсторис». Продолжаем много разнообразно и увлекательно говорить о спорте. Я сегодня в мерче легендарной металлкор-команды Аматори, но сегодня мы не будем обсуждать вклад этих парней из Санкт-Петербурга в развитие тяжелой сцены в России. Сегодня мы будем говорить исключительно о хоккее. И начнем с НХЛ. А дальше поговорим во втором блоке нашей программы с парнем, представляющим лигу из четырех букв, где тоже есть буквы НХЛ. Вот такая вот интрига. Хотя, я думаю, если вы знакомы с хоккеем, то все прекрасно понимаете. Давайте сразу с места в карьер, потому что новостей много. Они очень и очень горячие. Так что, начиная. Матч звезд Национальной хоккейной лиги, который, кстати, мы с вами уже обсуждали, в этом году пройдет в необычном формате. Лига решила вернуться к сценарию проведения мероприятия матчей звезд с 2011 по 2015 годы. Вот так вот. Не будет привычных игр между дивизионами. Команды будут сформированы на специальном драфте, который пройдет 2 февраля в Торонто. Ну, собственно говоря, в Мекке канадского хоккея, в Мекке, где базируется Maple Leafs, и состоится матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Формировать состав из 9-ти полевых игроков и 2-х голкиперов команд будут капитаны, их помощники и приглашенные звезды, имена которых НХЛ огласила только сейчас. Команда Макдэвида. Давайте по составу пройдемся. Капитан, естественно, лидер Эдмонтона и один из величайших игроков современности Конор Макдэвид. Его помощник и партнер по атаке Оилерс Леон Драйзайтль. Далее приглашенная звезда, певец Джастин Бибер, не удивляйтесь. Команда Остана Мэтьюса. Капитан, естественно, американский снайпер Остан Мэтьюс из Торонто. Далее его помощник, партнер по Maple Leafs Морган Райли. Ну и приглашенная звезда, актер Уилл Арнетт. Команда Нейтана Макиннона, одноклубника Валерия Нечушкина, про судьбу которого мы с вами говорили в прошлой программе. Команда Макиннона, капитан там, естественно, Нейтан. Далее помощник, его партнер по Avalanche Кейл Макар, один из лучших защитников национальной хоккейной лиги. Ну и приглашенная звезда, певица Тейт Макрей. Далее команда Хьюзов, капитаны там, Джек Хьюз из Нью-Джерси, Куин Хьюз, его родной брат из Ванкувера. И приглашенная звезда, певец Майкл Бубле. Напомню я вам еще про то, что матч звезд по датам состоится 2-3 февраля. Будет круто. Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите. Все звезды в самом высоку в канадском городе. Это того стоит, поверьте мне, увлекательное зрелище. Далее, далее, далее. Мы еще поговорим про национальную хоккейную лигу. У наших соотечественников Александра Романова, внука Зентулы Хайдаровича Беллидинова, прекрасного молодого защитника, экс-игрока ЦСКА, и экс-игрока ЦСКА Ильи Сорокина, одного из лучших вратарей российских в НХЛ, и его партнера по вратарской бригаде Семена Варламова в Нью-Йорк-Айлендерс, действующих, играющих, новый главный тренер. Это легендарный канадский галкипер Патрик Руа. Он получил назначение новое, сменив на посту главного тренера Айлов, 59-летнего соотечественника Лэйна Ламберта. В прошлом сезоне Руа занимал пост главного тренера Квебек Рэмпортс и стал победителем главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Патрик также, я напомню, работал Семеном Варламовым в Колорадо. Он возглавлял Эвеландж в течение трех сезонов 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016. При нем, кстати, уроженец Самары Семен Варламов чуть не доигрался до Визина Трофи. Господи, было это в сезоне 2013-2014. Ну и начал Патрик Руа. Почему мы уделяем этому внимание, да, большое? Потому что, во-первых, Нью-Йорк Айлендер для нас одна из самых примечательных команд национальной хоккейной лиги. Там играют россияне. Не чужие для нас. Почему мы уделяем этому внимание большое? Потому что начал Руа с победы. В первом же матче, собственно говоря, островитяне переиграли Dallas Stars. И этот матч был как раз-таки первым для Руа у руля новой команды. Патрик стал всего лишь вторым главным тренером в истории франшизы, которому удалось одержать победу в овертайме в стартовой игре в клубе. Вот так вот. Так что Патрику Руа одному из величайших голкиперов национальной хоккейной лиги, ну, естественно, мира. Только удача и побед. Главное, чтобы при нем вратари, в первую очередь, они нас интересуют. И Варламов, такой тренер, наставник и друг для Ильи Сорокина, одной из главных звезд российских в лучшей лиге мира, прогрессировали, развивались и не останавливались ни в коем случае в росте своем профессионального мастерства. Вот так вот. И далее. Заключительная, наверное, тема, которую хотелось бы с вами обсудить в новостном блоке Sports Stories, это Сергей Брылин. Сергей Брылин, человек, который завоевал три Кубка Стэнли, и будучи игроком, феерил, если так можно сказать, будучи при этом не самым звездным и мастеровитым хоккеистом он в Нью-Джерси Дэвилс. И за заслуги, ну давайте говорить так, прекрасного хоккеиста, ныне замечательного тренера, за заслуги перед хоккеем и конкретно перед клубом, его ввели в зал славы Дэвилс, теперь Сергей Брылин, член зала славы Нью-Джерси. Нужно сказать, что всю карьеру Брылин посвятил Нью-Джерси Дэвилс в НХЛ, сначала как тренер, затем как игрок, это почти 30 лет, еще раз повторюсь, вишенка на торте, это три Кубка Стэнли. Будучи хоккеистом уже в 2012 году, Брылин повесил коньки на гвоздь, и затем форвард не ушел из хоккея, продолжив работу в системе клуба, будучи тренером, став на тренерское поприще. Он, правда, возвращался на несколько лет в Россию, но затем снова вернулся в США, комбэкнулся в Соединенные Штаты, и опять-таки в родной для себя почти клуб, и там продолжил развиваться уже как специалист, как коуч. Сейчас он ассистент главного тренера, я думаю, что Сергей Брылин кандидат номер один на то, чтобы стать первым русским главным тренером клуба национальной хоккейной лиги. А почему бы и нет? Знаковое событие для всего нашего хоккея, признание заслуг россиян в лучшей лиге мира, это всегда круто, это всегда значимо, это всегда масштабно, эпично, ну и легендарно по-своему. Сергея Брылина, кстати, я интервьюировал в 2020 году, замечательный человек, очень многие хоккейные вопросы объясняют с чувством, с толком, с расстановкой, что значимо, опять-таки, для журналистской деятельности. Сергей Брылин крутой, ему удачи, здоровья, ну, побед Нью-Джерси, естественно, под его, в том числе, руководством. Давайте двигаться дальше. Хватит про Лигу из трех букв, теперь про Лигу из четырех букв, где тоже есть буквы Н, Х и Л. Далее интервью, погнали. Друзья, продолжаем спортсторис, и, как я и обещал, говорим о Лиге, где тоже есть три буквы, наша любимая Н, Х и Л, но при этом еще присутствует буква М. Национальной молодежной хоккейной лиги мы говорим сегодня в интервью с защитником Олимпии, воспитанником кировского хоккея, бронзовым призером НМХЛ прошлого сезона, Егором Лекомцевым. Егор, дружище, рада, что ты к нам пришел. Поговорим, естественно, про великолепный сезон Олимпии прошлый, про то, как складывается нынешний чемпионат НМХЛ для нашей команды. Ну и, конечно же, узнаем у Егора, как он пришел в хоккей, и что он думает об этой великой игре, какие цели перед собой ставит. Ну и, конечно же, задачи. Егор, дружище, ну, наверное, давай мы со всеми начинаем диалоги подобным образом, и с тобой тоже лавировать куда-то не будем. Будем придерживаться этой темы. Как ты решил свою жизнь связать с игрой шайбы, и вообще, почему выбор пал именно на хоккей? Ну, в хоккей я пришел в возрасте 4 лет. Тогда в Кирове был только один спортивный комплекс, это Союз. В хоккей меня привела мама, и с тех пор я варюсь в этой каше. Здорово. Маме, кстати, большое спасибо и респект за то, что не побоялась в этот дорогой, благодаря Владиславу Третьяку, и компании под названием ФХР, вид спорта тебя привести. Ну, ты вот вообще за, получается, уже 16 лет, 16 лет игры в хоккей, если с 4 лет считать, да, не жалел ни разу, что выбор пал именно на игру шайбы? Нет, ни разу не жалел, конечно. Всегда добавляешь. Это самый интересный вид спорта. Почему именно защитник Памплуа? И считаешь ли ты себя защитником и домоседом? На эту позицию меня поставил мой первый тренер, Егор Александр Чашуев. И с тех пор всегда в обороне. И по домоседу скажу, что это так, ярлык. Конечно, современный хоккей развивается, он не стоит на месте. И современный хоккей заставляет, чтобы и защитник играл в атаке, и нападающие умели играть в обороне. Про себя скажу, что домоседом я, наверное, был до молодежной хоккейной лиги. Потому что сейчас тренера от нас требуют. И говорят, чтобы мы подключались к атакам и взаимодействовали в игре в атаке. Какой сезон ты в НМХЛ? Третий уже, по-моему, да? Третий. Третий, третий, третий. Вообще уровень лиги растет, на твой взгляд? И деление на восток и запад. Нравится ли оно тебе? Или хотелось бы на стадии, в период регулярного чемпионата порубиться с командами запада, например? Конечно, хотелось бы порубиться с командами на западе. Но конференция так построена, что команды играют на востоке и на западе, и пересекаются уже только в плей-офф. Но это и дает свои плюсы. Например, ты лучше подготовишься к сопернику, с которым уже играл. Знаешь, как они играют. И какие-то плюсы в этом есть? Плюс, наверное, в первую очередь логистический. Потому что передвигаться, условно говоря, в зоне восток, проще, чем кататься на запад. Далеко, например, выезды, проживание, питание, опять же, логистика, транспортные расходы и так далее. Ну, окей. Сам уровень лиги за три года, он поднялся, он стагнировался, или он остался прежним? Конечно, поднялся. Уровень лиги поднялся. Сейчас приходят новые ребята, молодые, которые добавляют скорости игре. Поэтому надо вспомнить себя. Три года назад. Юные ребята, которые зашли в молодежную хоккейную лигу, которые готовы были кусаться, царапаться, но играть на победу. Окей. Тогда вопрос такой задам. Про клубы раздражители. Потому что многих, я знаю, на Западе, по крайней мере, по-хорошему, по-спортивному, злость вызывает команда Венесона. Например, ты что скажешь про Восточную конференцию? Может, про тот же Запад? Ну, конечно, в Восточной конференции нет команд, которые просто так отдадут тебе игру. Все выходят и бьются. Но если правильно настроиться, подготовиться к игре, то с любым соперником можно играть. Давай поговорим про еще ориентиры. Может быть, не кумиров, а именно примеры для подражания. Кто из игроков обороны может быть в Национальной хоккейной лиге, может быть в КХЛ? У тебя вызывают респект, уважение, и с кого ты что-то берешь, с кого-то что-то черпаешь для себя. Наверное, хочется отметить Михаила Сергачева. Все-таки это человек, который в 23 года играет в Национальной хоккейной лиге. Этот человек прекрасно видит площадку. У него есть какое-то шестое чувство. И для меня, как для игрока обороны, он является ориентиром. Потому что может сыграть и в обороне, вовремя подключиться в атаку, и гол забить, и сзади на себя шайбу понить. Радовался за Мишу, когда кубок Стэнли за кубком Стэнли, он выигрывал и там подоминировал. Конечно, конечно. Окей, от примеров для подражания давай все-таки к делам насущным. У Олимпии сезон статусный во многом, потому что настраиваются по-особенному на нашу команду. Лидерство в конференции с Тамболом тоже о многом говорит. Как ты оцениваешь эту регулярку для себя лично и для команды в целом? Все ли складывается, все ли получается? Ну, как команду я не могу оценивать. Все-таки пусть это делает лучше тренерский штаб. Про себя лишь могу сказать, что, конечно, добавил. Есть еще над чем работать. Конечно, есть слабые места. Но благодаря хорошей работе тренерского штаба мы постоянно совершенствуемся, работаем над недочетами. И именно поэтому сейчас болельщики видят тот результат, который мы показываем. Окей. Если заглянуть в турнирную таблицу, действительно можно увидеть, что все у команды отлично. Позитивно, энергично, эмоционально и прекрасно. Олимпия идет к своей цели, а цель кубок. Ну, чего тут скрывать? Но я хочу вот о чем спросить. Вот ты отметил, что это единый коллектив, парни заряженные, сплоченность, да, в едином кулаке. Кулак победы Роману Борисовичу отдельный привет. Это мы почерпнули от него. Но я хочу вот о чем спросить. Есть ли у нынешней Олимпии, надеюсь, эту программу не будут соперники наши смотреть, слабые места, в чем, может быть, стоит реально добавить, не знаю, в реализации? Может быть, в розыгрыше меньшинства, большинства? Ну, тактики. Это все оставим нашему тренерскому штабу. Могу сказать, что команда по большей части играет на победу. Мы выходим играть ради болельщиков, когда ты выходишь и чувствуешь, что практически две тысячи человек тебя поддерживают и переживают за тебя. Ну, груз ответственности есть. И поэтому не имеешь права допускать этой грубой ошибки. Окей, груз ответственности может быть такая, да, вещь, которая накладывает определенные отпечатки на результаты, на парней с точки зрения давления, психологии. Ты, как считаешь, профессиональному спортсмену, да, психологическая уверенность, ментальная составляющая, она наиболее важна? Или в первую очередь все-таки физика, обученность, тактическая в первую очередь? Вот это важно. Или все в совокупности? Все в совокупности, конечно же. Без каких-то навыков ты не сможешь играть в хоккей. Но благодаря вот этой поддержке болельщиков, вот эти гулы, которые стоят у нас на льду, конечно, это еще больше поддерживает тебя, и ты готов играть ради этих людей. Мы тут как раз-таки с парнями уже, получается, в прошлом году, как время бежит, обсуждали бронзовый успех с Тимофеем Пономаревым и Раисом Шофеевым. И говорили и с тренерским штабом, и с руководством о том, что Олимпия написала историю, да, в сезоне 22-23, чувствуешь ли ты себя частью исторических процессов, да, частью того, что, ну, действительно является взрывным таким эффектом для популяризации хоккея шайбой в регионе, в Кирово-Чепецке в частности. Ты сам говоришь про 2000 болельщиков на трибунах, это дорого стоит на самом деле, в маленьком провинциальном городке. В общем, просто, да, фактор успеха прошлого. И чувствуешь ли ты себя частью вот этого всего большого достижения? Конечно, чувствую. Хочется отметить, что результат бронзы – это все-таки лучший результат в новейшей истории, потому что, как мы помним, в 67-м году Олимпия стала чемпионом в первенстве СССР, и все-таки это знаковое событие. Но в новейшей истории, конечно, когда такое событие для такого маленького провинциального городка, когда 2000 приходят смотреть на игру любимой команды, это дорого стоит. Не у каждой команды даже в ЭХЛ есть столько зрителей. Конечно, чувствуешь, когда ты бронзовый призер, чувствуешь груз ответственности, потому что ниже такого результата опускаться уже нельзя. Даже спустя время, да, уже полсезона нынешнего прошло, 23-24, все равно ты ощущаешь вот этот фейм, назовем его так, от крутого достижения в виде бронзы. Конечно, конечно. Давай поговорим вот о чем. Какие факторы, на твой взгляд, в нынешнем сезоне, если в таблицу не заглядывать, вот просто, да, что называется, не статистически, делают Олимпию одним из фаворитов сезона? В первую очередь, наверное, это сплоченный коллектив. Олимпия всегда славилась дружным и организованным коллективом, когда ребята выходят биться за эмблему на груди, за команду, за болельщиков. Во-вторых, это слаженная работа тренерского штаба. Когда нам дают схемы и тактики, которые работают, ну, все по силам. И, в-третьих, наверное, это поддержка болельщиков. Как я уже сказал, им отдельное спасибо за то, что люди приходят, там, например, после рабочего дня болеть за родную команду. Спасибо им на это. Ну, вот про болельщиков как раз-таки был вопрос еще один, который мы перед программой Егора адресовали. Касался он того, насколько их вклад велик. Не будем говорить даже про бронзу. Вообще, вот последние, не знаю, достижения, крутые достижения Олимпии. Ну, конечно, когда болельщики переживают за тебя, покупают барабаны, создают фан-сектора. То есть, это уже огромный шаг к поддержке любимого клуба. Супер. Только надеемся, что и дальше, да, будет фан-движение Олимпии расти, прирастать новыми болельщиками, новыми поклонниками великой игры. Слушай, давай еще вот о чем поговорим. Самое обидное поражение в сезоне, да, и самая крутая победа. Вот на твой взгляд, на твой оценок. Ну, я думаю, что начнем с победы. Все-таки это, когда мы отыгрались с Кристаллом, выиграли, несмотря ни на что. И то, как за нас радовались болельщики, то, как ребята сами не ожидали, ну, я думаю, это надолго запомнится. Поражение? Насчет поражения, наверное, все-таки это обидный выезд в Нововоронеж, потому что это единственная команда, с которой мы не забрали ни одного очка. В этот скользкий протон, господи, прости. Ну, вот так было обидно. Окей, хоккейный бум в Кирово-Чепецке продолжается, шумит, кипит Олимп-Арена. Это все прекрасно и хорошо, на твой взгляд. Насколько это все долго? Насколько это все продлится? Я думаю, что так будет всегда. Не думаешь ли ты, окей, я сейчас ищу здесь такие подводные камни, не думаешь ли ты, что болельщики отвернутся от команды, условно, если там черная серия, нет побед, игроки любимые уйдут? Да нет, конечно, Олимпия сдала тренд. Все-таки хоккей в Чепецке это тренд. И даже если у команды, не дай бог, конечно, что-то не получится, то все болельщики все равно будут рядом. Они не отвернутся, помогут, поддержат в любой момент. В любой ситуации поддерживать. Любимый клуб и топите за него до конца. Как говорится, и в холод, и в зной, Олимпия, мы всегда с тобой. Дружище, такой вопрос. Назови свои главные качества как человека и как хоккейсты. Наверное, хочется сказать, что как человек в жизни и как человек на льду, это все-таки два разных человека. Потому что в силу игры я должен быть сконцентрированным, настроенным на победу, нацеленным на результат. А в жизни все-таки я могу позволить себе посмеяться, отдохнуть с друзьями, где-то погулять с семьей. Ну, то есть проводить время в кругу близких. Ты верен вообще, скажем так, региональному хоккею и Олимпии в частности. Все ступени с командой прошел. И в Нью-Йорке играл, и в НМХЛ уже бронзу завоевал. Но вопрос, который я тебе не могу не задать, потому что возраст подходит. Благодаря нашей любимой ФХР во всех лигах российских, кроме КХЛ. Хотя нет, подожди, в КХЛ тоже существуют лимиты, которые нужно выбирать. Я хочу спросить вот о чем. Следующий сезон, да, уже нужно думать даже в межсезонье о ступеньке вверх, о шаге на вершину. Новую для тебя, новые цели, новые вызовы. Будешь ли ты продолжать играть в хоккей, что самое главное, на взрослом уровне, и пробоваться куда-то, не знаю, в клубы ВХЛ, например? Конечно, хочется попробовать себя в клубах и гораздо выше уровня. Но сейчас сложно куда-то заглядывать, потому что и мои, и цели ребят, и мысли в том числе нацелены на результат именно этого сезона. И в мае у нас будет отпуск, в июне у меня сессия. Поэтому заглядывать пока в будущее рано, время покажет. На кого ты учишься, и не мешает ли учеба профильному делу, скажем так? Учусь я в Кирове, в Московской государственной юридической академии. Учеба не мешает спорту. Конечно, я стараюсь совмещать, бывают и пропуски, но... Главное, чтобы преподаватели с пониманием относились. Мы всегда призываем относиться. Ну, это же профессиональные спортсмены, это гордость страны, гордость региона. Нет, вернее, учеба хоккею не мешает. Если что, стараюсь... Наверстать. Наверстать упущенное. Красава. У нас сегодня в гостях был игрок Кирово-Чапецкого клуба, защитник, бронзовый призер прошлого сезона в составе Олимпии, бронзовый призер НМХЛ. И я надеюсь, будущий обладатель Кубка регионов, Егор Лекомцев. Мы поговорили сегодня о карьере, о планах на будущее, обсудили все возможные хоккейные вопросы, все крутые Олиги. Не переключайтесь, потому что дальше наш хоккейный эфир продолжится. Там интерактив и вопрос от меня вам, естественно. Не переключайтесь. Друзья мои, вот такой замечательный гость у нас сегодня в спортсторис побывал. Поговорили о хоккее. Ну и продолжим говорить об игре с шайбой уже перед тем, как попрощаться. Задам вам традиционный вопрос. Мой месседж вам. Отвечать на него, делиться своим мнением нужно, конечно же, в соцсетях Девятка ТВ. Под постами с нашей программы. Ссылочки в описании, как всегда. Итак, в новостном блоке мы говорили исключительно про НХЛ. И мне хочется задать вам такой вопрос. Верите ли вы в то, что под руководством Патрика Руа, Айлы, Нью-Йорк Айлендерс, смогут действительно выстрелить в нынешнем сезоне? Естественно, сыграть в плей-офф, чем черт не шутит, побороться за кубок. Или все печально, или все трагично. И смена главного тренера клубу Слонг Айленда никак не поможет. Вот такой простой вопрос. Сегодня про национальную хоккейную лигу. Ну, а на этой ноте я с вами прощаюсь. Впрочем, ровно на неделю снова увидимся. Поговорим о спорте. Узнаем новые спортивные истории. Ну, и сделаем горячо, как мы умеем. Тёще отдельный привет, потому что она любит, когда я передаю ей приветы. И с удовольствием смотрит нашу программу. До новых встреч. Поцеловал, обнял мысленно вас всех. Берегите себя. Антон Сидания, Девент КТВ, это Спортсторис. Увидимся.